Во Владимирском планетарии открылась уникальная выставка «От спутника до дома на орбите». Кто помог в создании этой экспозиции, мы сегодня поговорим в рубрике «На первом плане». Итак, у нас в студии Антон Дегтярев, заместитель генерального директора НПУ «Машиностроение по коммуникациям и корпоративным вопросам». Здравствуйте, Антон Олегович. Здравствуйте. И я представляю вам внука, выдающегося ученого, конструктора Владимира Челомея Николая Талызина. Николай Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, а мы об открытии, об идее этой открытии уже говорили в этой студии, когда еще только родился сам замысел, и вот сегодня все притворилось в жизнь. Что увидели владимирцы сегодня? Ну, сегодня, не знаю, к счастью или к сожалению, пока немного народу еще смогло увидеть эту выставку, но я думаю, что сейчас все только начнется. Что такое наша выставка? Во-первых, я хочу сказать, что очень важно, когда мы договорились о том, что сделаем здесь в планетарии выставку НПУ «Машиностроение», посвященную только космосу, НПУ «Машиностроение» занимается сразу тремя направлениями, о которых мы, может быть, сегодня еще поговорим, мы решили, что нельзя трогать то, что уже здесь сделано до нас. Потому что Владимирский планетарий, он, можно сказать, уникальный в своем роде. Люди, которые им занимались, подошли достаточно давно уже очень продуманно к созданию экспозиции, поэтому наша задача была вписаться в существующую экспозицию. Поэтому начальное вот это слово «от спутника» это то, что у вас уже было у Владимира. Теперь будут экскурсоводы рассказывать про первый спутник, который был запущен именно в этот день, сегодня же день космических войск. Поэтому 4 октября 1957 года в СССР был запущен первый искусственный спутник Земли. Так началась космическая эра. Поэтому вот это начало сохранилось в этой экспозиции. Наша задача была продолжить, продолжить, начиная с 60-х годов, то, чем занимался Советский Союз, и открыть вот те страницы, которые много времени были под грифом «Секретный». Что мы и сделали. Поэтому дом на орбите в свое время сделал выдающийся ученый, конструктор Владимир Николаевич Человей. Называлась станция «Алмаз», которая и стала центральной частью нашей выставки. Хотя люди старшего поколения, вспоминая, конечно, не смогут вспомнить название «Алмаз», везде в прессе. Они назывались станциями «Салют». Есть ли подобные выставки где-то еще по России с участием НПО в вашей стране? Да. Именно подобных, правильно вы сказали. Такой выставки нет нигде. Это я однозначно говорю, и все могут прийти и убедиться в этом. Подобные выставки есть. В прошлом году мы с Николаем Владимировичем открыли выставку в Костроме, которая называется «Военный космос. Академика Челомея». Есть большие выставки, конечно, в крупнейших космических музеях нашей страны, в Калуге, в Мемориальном музее космонавтики, в павильоне космосного ДНХ, где тоже все это присутствует. Но именно вот так вот продумано вокруг станции «Алмаз», все это, вот я думаю, пока только в Костроме. — Николай Владимирович, продолжили вы род деятельности, то, чем занимался ваш дед? И вообще в инженерном, в конструкторском разрезе? — В инженерном, да. Закончил в Московском государственном университете учитель в математике и кибернетике, специально системный программист. Работаю сейчас в коммерческой сфере в области разработки баз данных и создания системы, автоматизированной системы управления. Плюс к этому потихонечку охранкой занимаюсь. Ну, в общем-то, инженерка да, но такая, гражданская, сильно. — Вы застали еще деда, да? — Застал. Три года, по-моему, мне было. Да, три года мне было. Он меня научил играть в шахматы, сказал, что со мной, я невыносимый ребенок, со мной сложно сидеть. И, в общем-то, это все. Большую часть я деда знал именно по рассказам матери. — Ну, наверняка сейчас уже вокруг собрано столько материала, да, столько документов, которыми сегодня хочется поделиться с теми, да, кто еще только узнает о космической отрасли. — Ну, вот, соответственно, сколько я, наверное… Ну, много я документов из архивов семейного передал. — Особенно фотографии и киноматериалов. То есть, вот что было до того, как мы начали вот уже сотрудничать, даже, можно сказать, больше и дружить по-настоящему с Николаем, вот, по-моему, что настроение были архивные кадры испытаний, да, все, что происходило у нас в цехах, на полигонах, в наших смежниках. А вот то, что Владимир Николаевич забирал домой, это не только семейные фотографии, это встреча с космонавтами, да, которые бывали в гостях. — Да, Англия, которую ты не видел. — В Англии, когда он был в командировке, да, Челомей, самый секретный конструктор был во времена Холодной войны в Англии, во Франции в командировке. — Да, и были пленки, да. — Да, и вот все это, да, Николай нам передал, и вот после этого мы начали уже не только издавать книги, посвященные Челомею, все это было к 100-летию. В следующем году будет 110 лет, да, со дня рождения Челомея. Мы очень серьезно к этому готовимся. И вот мы после этого такой вот уже запустили проект. После книг начали делать вот такие экспозиции подобные, поэтому помощь вот Николая, как внука Владимира Николаевича, она просто неоценима. — Слушайте, ну и вот еще была задача собрать и аккумулировать материал, ведь столько было важных государственных проектов, да, посмотрите, какой ваш дед молодец. Собрал для потомков архив. — Тут скорее не так. — А как? — У меня этот архив, самая большая сложность была вопрос банальный, не потерять, потому что семья, ну, в итоге было сложности много, мы много переезжали, и вот на самом деле вот это все главное было просто не потерять и потом как-то разобрать, чтобы потом уже было понять, что внутри есть. Но там внутри таких гостайн прям нету. Или если есть, они уже не гостайнами являются. Но материалы, ну, честно могу сказать, еще где-то на годик у меня разбора хватит. — То есть многие еще ждут свое время. — Да. — Ага. Расскажите, пожалуйста, в чем уникальность «Алмаза» была на то время, да, то есть на момент его создания и сейчас? — Ну, самое главное, «Алмаз» — это была первая наша космическая станция, орбитально пилотированная космическая станция. Причем задумывался «Алмаз» Владимир Николаевич Челомиев не просто как станция, да, Владимир Николаевич не искал легких путей, он задумывал его как ракетно-космический комплекс, который должен состоять вот из базового блока станции, где космонавты живут, работают и так далее. Транспортный корабль снабжения, который вместе с возвращаемым аппаратом их привозил на станцию, возвращал на землю, доставлял грузы, ну, все, что с этим как бы связано. И все вместе это составлял комплекс, вместе с ракетно-носителем «Протон», самым знаменитым детищем Челомея, вместе с всей наземной инфраструктурой, космодромом и так далее. Задумка была гениальная. Не дали ему по определенным причинам сделать именно вот так, как… — То есть она была для военных целей? — Да, она была для военных целей. То есть, конечно, заказчиком было в Министерстве обороны. Вот в полном виде она не получилась, но все ее составные части успешно работали, полностью, значит, она оправдала свои ожидания, она полностью удовлетворила всех заказчиков. И вот по составным частям прошла все циклы, все полеты. Вплоть до того, что вот возвращаемый аппарат, который мы специально макет изготовили для Владимирского планетария, для нашей выставки, никогда не делали макет, очень интересно получилось. Единственное, наверное, место, где можно увидеть возвращаемый аппарат, как он приземлился. Вот он приземлился, там плакат, где он стоит посредине сосен и ела, как бы космонавты из него лазят. И вот он лежит на зеленой как бы травке, да, антенну вытянул для того, чтобы с ним можно было связать. Он многоразовый. То есть 70-е годы, а он уже многоразовый. И у нас есть возвращаемый аппарат, он стоит в музее предприятия, который три раза побывал в космос и возвращался. Ничего, до этого, да и сегодня у нас нет ничего многоразового. Вы знаете, союзы, наши космические аппараты, они прилетают все, их потом разбирают по музеям. Он одноразовый. Николай Владимирович, как Вы считаете, какие личностные качества помогли для того, чтобы конструктор, выдающийся конструктор и ученый был? Я даже не знаю. Говорят, гений рождается раз в сто лет. Вот, видимо, сложились все звезды. Ну, серьезно. Я много людей... Значит, что характер-то у него был, ой. Возможно. Если судить по документам, то характер был для домашних один, для предприятия другой. Какой он был для предприятия? Вот Антон Олегович лучше расскажет, потому что они там документы разбирали. Какой он был дома? Добрый, хороший. Мама была в восторге. По крайней мере, моя. Поэтому я не берусь судить, какой на самом деле был характер. Мы же разные все. Но он однозначно был гением. Он был гением, он был конструктор с большой буквы «К». Он был ученым, настоящим ученым, академиком не по должности, а именно по призванию. Академия наук его приняла как своего. Труды очень большие академики человек до сих пор разбираются. Но уникальность для нас, его как конструктор, вы понимаете, что человек создавал десятки сложнейших изделий в различных направлениях. Есть фирма космическая, космосом занимается. Есть фирма, допустим, ракетная, которая делает крылатые ракеты для самолетов или для кораблей и так далее. Есть фирма, которая делает ракеты-носители, которая выводит космические аппараты в космос. Есть фирма, которая занимается межконтинентальным баллистическим ракетами, нашим стратегическим щитом. То есть у каждого свой профиль. У каждого свой профиль. Где-то что-то пересекается, бывают комбинации, то и то. Владимир Николаевич делал все. Он создал «Энпомощь и настроение» наше предприятие, которому 80 лет в следующем году, в котором все эти четыре направления успешно развивались 80 лет. То есть полноценная космическая вот эта система. Полноценная космическая система. Настоящий, самый тяжелый, единственный наш ракет-носитель «Протон», да, наша рабочая лошадка, которая больше 400 пусков успешных и так далее. Крылатые ракеты. 19 крылатых ракет, комплексов с крылатыми ракетами было поставлено на вооружение при нем, понимаете? 19. Все корабли надводные, все подводные лодки-носители крылатых ракет в 80-х годах это были ракеты «Челомея». Тысячи наших соток, это межконгентальные баллистические ракеты стратегические, это тоже Владимир Николаевич «Челомея». То есть прийти в США по ядерным и боеголовкам и ракетам, это Владимир Николаевич «Челомея». Много было гениальных конструкторов, но он был один. Вот такой он был один. — Сегодня вот мы, современные потомки, знаем имя «Челомея»? — Мы делаем все для того, чтобы как можно больше народу знало имя Владимир Николаевич «Челомея». Почему Сергея Павловича Королева узнали раньше? Потому что он запустил «Гагарина» в космос и первый как бы спутник. В это время Владимир Николаевич работал над космическими проектами. Помимо «Алмаза»… — Извините, кстати, какие у него были взаимоотношения? Потому что то, что пишут в интернет-пространстве, это какой-то очень сложный вопрос. — Мы основываемся, вот в «Помощь» и «Стране», ну, Николай Владимирович не сможет ничего по этому поводу как бы рассказать, потому что действительно он был маленький, и не мог застать даже разговоры в семье. Мы основываемся на только такие проверенные источники, на наших ветеранов. У нас есть люди, вот наш второй генеральный директор, который возглавил после Владимира Николаевича войне, это Герберт Александрович Ефремов, тоже уникальный как бы человек. Первый в нашей стране герой соцтруда, кому Владимир Владимирович вручил герой труда Российской Федерации, он первым таким стал. Первым человеком, которого Владимир Владимирович в прямом эфире три года назад на День оружейника, орден ОДВ первозданного смещания вручил по всем каналам центральной стороны. Вот он рассказывает, как он ездил к Сергею Павловичу Королеву. Ничего плохого по взаимодействию он не говорил. С огромным уважением Сергей Павлович отзывался и о работах Владимира Николаевича, и о совместных работах, потому что к станции «Алмаз» стыковался корабль «Союз» Королева, к Челомейской станции Королевский это. Еще у нас есть главный конструктор «Алмаз» Владимир Владимирович Паличенко. Он тоже несколько раз ездил и наблюдал за их взаимодействием. Ничего плохого. Конкуренция, здоровая конкуренция. Замечательные взаимоотношения. Поэтому все, что пишут, это пишут просто для того, чтобы написать, чтобы читали. Итак, популяризация имени и вклада в космическую отрасль, Челомея, это то, что сейчас на повестке о НПО «Машиностроение». Мы обязаны это делать. Про НПО «Машиностроение» сегодня знает весь мир. Против нас практически первыми ввели всевозможные санкции за то, что мы делаем, за то, что мы хорошо это делаем. Ракета «Циркон», гиперзвуковая ракета, она и является первой в нашей стране для вооружения надводных кораблей. Наш спутник в мае этого года дистанционного инзонирования Земли «Кондорф и Каабл» запущен с космодромом «Восточный» и сейчас успешно работает. То есть «Машиностроение» во всех направлениях сегодня знают отлично. А вот то, что было до, то, что было связано с Владимиром Николаевичем Вамием, да, это все было под грифом, как говорят, «совершенно секретно» и так далее. Поэтому открытие экспозиции, написание книг, популяризация на телевидении, на радио, в газетах, чем мы занимаемся. Поэтому я почему говорю, что мы очень Николаю благодарны, что мы вместе проводим эту работу. И у нас получается, имя «Челомея» уже по вопросам, да и вообще по взаимодействию нашему все больше и больше людей знают. У нас дети, допустим, в Реутове, да, мы «Машиностроение» — это градообразующее предприятие наукограда Реутов. Близко, здесь еще два часа, и мы у вас сегодня были здесь. От дома, как говорится, до дома. Вот все дети, все школьники уже знают, кто такой «Челомей». Это вот сделано за последние 10 лет. Понимаете, 80 лет предприятию и всего три руководителя — «Челомей», «Ефремов» и «Александр Георгиевич Леонов», которые тоже герои России, сегодня возглавляют фирму. В первую очередь, благодаря ему, конечно, эта экспозиция была сделана. Мы, да, мы хорошо поработали с коллегами, с соратниками. Но вот его понимание, почему это важно — мало таких генеральных директоров. И три человека всего руководителя. Вот полная преемственность, все прошли от и до, от инженеров до руководителя фирмы. Поэтому сегодня, я уверен, мы делаем все возможное и даже больше. — Расскажите, пожалуйста, о книге, которую вы сегодня принесли, «Огранка алмазов». Про алмазы понятно, какие идет речь? — Да, вот интересно, кстати, название. Это вот наш генеральный директор, как придумал, видите, тонкая такая «Огранка алмазов». Много чего подумать. На самом деле, это вот как создавалась эта станция. Книга чем… Мы ее захватили сегодня, потому что мы ее привезли там в подарок как бы «Литерану», но раз у нас получилось у вас сегодня здесь выступить, с чему мы очень рады, мы ее захватили. Уникальное издание, которое охватывает всю историю от задумки станции «Омаз» до ее реальных полетов и после, что было после станции «Омаз». Потому что после пилотированной станции две станции в автоматическом режиме работали на орбите. Тоже абсолютная задумка Челомея по съемку Земли из космоса полностью себя оправдала. Ну и даже здесь ниточка к сегодняшнему. То есть время вот таких 20-тонных гигантов прошло. Сегодня то, что делал 20-тонный «Омаз» на орбите, может решать уже спутник весом одну тонну. — Николай Владимирович, вот изобретение деда. Какое из изобретений прорывов, каких-то там свершений для вас особая гордость? Тем более, что вы понимаете, да, в инженерной и конструкции стези каких усилий, да, и что там внутри было вложено. — Тут такой вопрос. Именно деда, тогда не свершившийся УР-700? — УР-700 — это проект Владимира Николаевича Ломея по лунному ракетоносителю. Это то, что ему не дали делать, сконцентрировав все внимание на Н-1 фирмы Королева, а УР-700, конечно, была гениальной ракетой. — Ну, а если новое время — Циркон. Ну, извините, тут квинтэссенция всех технологий. — Ну, это сегодняшний день. — Будущее, да. — На самом деле, вот, 40 лет будет, да, в следующем году, как Владимир Николаевич Скоропостижный умер, абсолютно как бы неожиданно для всех, да, хотя только о смерти так можно о любой сказать, но это вот было именно так. Вот 40 лет прошло, а большое количество надводных кораблей военно-морского флота нашего, подводных лодок 949-го проекта оснащены до сих пор ракетами «Челомея», и они успешно испытываются каждый год. Вот месяц назад были учения, по-моему, на Дальнем Востоке, да, где очередные успешные были пуски ракет «Гранит», одной из лучших ракет Владимира Николаевича «Челомея». И в Козельской ракетной дивизии, ни для кого не секрет, по-прежнему, как бы, стоят на боевом дежурстве знаменитые уловы СТУЭНа ТУТХ – это межконтинентальная баллистическая ракета Владимир Николаевича «Челомея». 40 лет. А давайте в мировом масштабе, да, то есть вот сегодня у других стран есть подобные, да, технологии на вооружение? Ну, тут… Или пока это все засекречено, но… Тут уже, конечно, вопрос для экспертов таких, которые можно что угодно говорить, мы все-таки… Немножко тайнеры… К привязке, да, к предприятию. Вот прямо такого нету, прямо такого нету. Многие изделия, ну, нет, даже не многие, вот все изделия и Владимира Николаевича, и последователи его имеют приставку «Впервые». И мы все время объясняем, да, вот когда мы пишем книги, первый старт из-под воды ракеты, да, крылатые, Владимир Николаевич «Челомея». В мире. Не в Советском Союзе, в мире. То есть подводная лодка не всплывает на поверхность, никто ее не может засечь никакими, как бы, средствами, а из-под воды, там, 20 метров с лишним стартует ракета. Аметистов называлась. Вот. Ни у кого ничего подобного не было. И так можно долго, как бы, продолжать. Поэтому уникально… Но не могут ракеты столько стоять на вооружении, если они не уникальны, если они не гениальны и придуманы. То есть Владимир Николаевич «Челомея», вот когда начинают про него какие-нибудь такие вот историки описывать, которые не входят в контакт ни с ветеранами, да, ни с предприятиями, ни с родственниками, они любят всегда брать за основу один эпизод. Это как Владимир Николаевич придумал раскрытие крыла. А это правда. То есть до этого крылатые ракеты были самолетами-снарядами. Вот знаменитая ФАУ-1, которым был маргардировки Лондона, да, с 44-го года, и та же самая ракета Владимир Николаевича 10Х – это самолет-снаряд. Он похож на самолет. Он с крыльями, с расплавленными стоит, да, и также запускается с наземной установки пусковой, либо из-под самолета и так далее. А Владимир Николаевич продумал, что надо ракету располагать вот в транспортно-пусковом контейнере. Это маленькая такая туба, которая будет вставать хоть на подводной лодке, хоть на автомобиле, хоть на корабли, где угодно, и она будет занимать мало места. А чтобы ракета из нее вышла, и тут же раскрылись крылья. И вот все вот эти историки любят описывать ситуацию, когда Владимир Николаевич был в Петербурге, да, и увидел, как это… Птица вылетает из крыла и вот прямо раскрывает это крылья. И вот ему пришла в голову такая мысль. Никто не знает до конца, правда, неправда. Он сам что-то рассказывал, все вспоминают. Но он всегда рассказывал не то, что по-разному, но со всякими интерпретациями. Но это ему пришла эта в голову. Сегодня все ракетостроение мировое развивается по этой схеме. То есть все стартуют из таких вот транспортных пусковых контейнеров, раскрывают крылья в полете. А никто тогда ему не верил, говорили, что крылья раскроются, и она дестабилизируется, и сразу свалится. Великий Туполев даже так говорил. Да, и оно не полетит. Или я сожру шиву. Да, ну это вот опять же интерпретация. Поэтому на ваш вопрос можно однозначно ответить. Все изделия уникальны. До сих пор многие не превзоведены никакими странами, даже самыми развитыми, как у нас люди сейчас это называют. Но не надо недооценивать наших противников. У них тоже хорошие конструкции. Мы приглашаем всех наших зрителей посетить новую выставку во Владимирском планетарии. Благодарим наших гостей за этот вклад, который вы делаете в популяризацию имени прославленного ученого. До новых встреч в эфире, новых полетов и горизонтов. Спасибо большое. Мы, конечно, очень хотим, чтобы как можно больше людей посетило эту выставку. И особо, конечно, приглашаем младшее поколение. Потому что то, о чем мы говорим и то, что показываем на выставке, это здорово. Это история. Надо историю чтить, потому что нет без истории будущего. А будущего, ребят, только как бы за вами. Вы должны хорошо учиться, поступать в технические вузы и приходить на ракетно-космические предприятия. НПО «Машиностроение», другие, не так важно. Но без вас будущего нашего космического просто не будет у страны. Николай Иванович, добавите? Ну, я только добавлю, что за технорями будущее, так скажем. Мы это будущее построим. И вы его построите. Вот. А больше нечего добавить. Спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в студии были заместители генерального директора НПО «Машиностроение по коммуникациям и корпоративным вопросам» Антон Дегтярев. Спасибо огромное. И внук выдающегося ученого и конструктора Владимира Николаевича Челомея, Николай Талызин. Спасибо огромное. До новых встреч. Спасибо. До новых встреч.